Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Divinity Original Sin 2, и в прошлой серии мы добрались до дома Мейстера Сива, у которой дома есть огромный бездонный фонтан Истока. Теперь можем в каждом бою, совершенно в каждом бою, смело использовать все заклинания Истока, которые у нас есть. И после каждого боя, правда, придется сюда возвращаться, но все равно, хоть это и морока, лишняя трата времени, но зато в бою будет теперь немного веселее. Хорошо, я уже начинал записывать это видео до выходных, но не успел его дозаписывать, немножко планы поменялись, пришлось уходить, поэтому я в принципе знаю тут, что да как, в ближайшие минут 15-20 будет происходить, поэтому не удивляйтесь. Давайте поговорим с Мейстером Сивой и начнем ритуал возвышения. Мейстер осматривает свою рану, нажимает на кожу, морчится от боли, с мрачным лицом она поворачивается к вам. Знаешь ли ты, что означает обладать силой божественного пробужденной? Сказать, что это шанс вновь что-то почувствовать. Давайте нежить используем. Ты готов дать волю пустоте только ради того, чтобы почувствовать, как твоя кожа обвисает к старости? Готов продать святость всех рас за свою плоть? Нет, стать божественным означает вобрать в себя мощь всех семи богов и принять ответственность за все расы. Божественный был создан богами, дабы защитить всех нас от пустоты. Божественный не может тратить свою силу ни на что другое. Ну я типа да, все понимаю, кивнем, конечно же. Хорошо, тогда посмотрим, не удастся ли им выдрать божественности из клыков пустоты. Сам ритуал довольно прост. Положить немного чернокорня в чашу, подлить пару капель крови, поджечь все это и... Ты не можешь вдохнуть дым, но какой-то аналог наверняка должен быть. Ну типа я же нежить, да? Не обращай внимания на головокружение, жжение в костях и предчувствие неминуемой катастрофы. Все это совершенно естественно, хотя по пути тебе придется отдать Толику истока. Здесь все, что тебе необходимо. Ингредиенты в шкафчике, исток в сияющей чаши, ритуал в фолианте у книжного шкафа. Есть даже из чего получить огонь. Мейстер смотрит на свои раны с интересом, тычет в них когтем, из порезов начинает струиться кровь. Заметить, что вам очень не нравится ее пореза. Именно так. Впрочем, куда более неловко было бы погибнуть от клыков молоха пустоты. Так что, если ты не против, мейстер резкими руками указывает на шкафчик с ингредиентами. Я готов. Хорошо. И ничего не потеряй, это очень редкие ингредиенты. Я не собираюсь вновь топать в монастырский лес за чернокорнем. Окей. Берем черный корень и прочие ингредиенты. Теперь, в инвентаре мы... Как у нас крафт? Какой клавиша я все время забываю? К-к-к-джи. Окей. В инвентаре соединяем ингредиенты все по очереди. Ступку ритуальную. Черный корень. Толчем в ней. Теперь используем нож. У нас получается окровавленный нож. Объединяем его с ритуальной чашей. Получаем ритуальную чашу, которую... Которую, да. Все. Теперь идем ее ставим на огонь. Я маленько перегружен. Давайте сейчас лоуси скинем... Ой. Скинем немного барахлишко. Так. И ритуальную чашу мы теперь ставим на огонь. Вот таким вот образом. Хоп. Включаем. И вдыхаем. Дым окутывает ваш череп. Зрение тускнеет и туманится. В голове что-то мощно пульсирует. И вы чувствуете, как мир вокруг начинает таять. Не обращать внимания на пульсацию в висках и продолжить вдыхать дым. Мир тает вокруг. Вы теряете ощущение земли под ногами. И вы тянетесь вперед, но ощущаете такое, словно вы медленно падаете. Ощущение такое, что вы словно медленно падаете. Все глубже погружаясь в недра собственной души. Похоже на чертоги эхо. Да. Похоже. В недосвете беззвездных пустошей вы замечаете фигуру, которую вы могли бы описать лишь одним образом. Это вы. Другая версия вас. Ведение выглядит слабым и знеможденным. Голос лего лишь слабый отзвук вашего собственного. Дитя мое, подойди, подойди ближе, подойди и узри меня по-настоящему. Дитя мое, время пришло. Ведение охватывает ваше лицо дрожащими руками скелета. Внезапно вы ощущаете покалывание в костях. Все становится ярче, четче. Черный и белый цвет нестерпимо вспыхивают. Затем сияние угасает до привычного спектра. Пора открыть глаза, которые ты так давно утратил. Вам теперь доступно спиритизм. Почаще используйте это заклинание, чтобы находить духов, задержавшихся в мире смертных. Произнеси заклинание и увидишь. Вот. Заклинание. Действует 10 ходов. Ваше зеркальное отражение пропадает, как не было. Перед вами стоит богиня Амадия во всей своей призрачной красе. Теперь ты узнаешь меня, не так ли, дитя мое? Твое спасение, когда тронул корабль благословений и силы. А сейчас уже мне нужно напитаться от тебя. Твоя пробужденная душа, мое последнее убежище, последняя цитаделя. Теперь ты принесешь мне дар. Амадия тянется к вам, питается от истока, изобильно бурлящего вокруг вас. Вы ощущаете глубоко внутри, как она поглощает эту силу. О, да, так лучше. Да, намного лучше. Воистину, смерть не пристала божеству. Смерть встревожена спросить, что происходит. Сама пустота преследует богов, высасывает наши силы всеми мыслями и немыслими способами. Она иссушает нас капля за каплей. Мы сражаемся за выживание и проигрываем. Если же мы погибнем окончательно, все обратится в ничто. Я этого не допущу. Должен был способ ее спасти. Ну, короче. О, да. Способ есть. Спасти нас обоих, на самом деле. Сокровище мое, тебе надлежит понять, что судьбы наши отныне едины. В точности, как душа у нас теперь одна на двоих. Мы — это я. Вместе мы сила и весьма значительная. Однако, если мы хотим устоять перед натиском пустоты, у нас есть лишь один шанс. Нам надлежит стать намного сильнее, чем сейчас. Когда у тебя будет достаточно сил, мы отправимся к ключу вознесения. И там твое могущество возрастет многократно. И где же это? Нетерпеливое дитя. Прежде чем обсуждать, где мы, сперва должны понять, что. Ключ вознесения — это озеро. Водоем наполнено чистейшим истоком, объединенной силой семерых. Мы по доброй воле расстались с могуществом, чтобы создать первого божественного. Окунуться в озеро и означает стать божественным. Именно туда ведет путь божественности. И тебе надлежит определить... Опередить всех остальных. Любой ценой. Сказать ей пусть не волнуется. Само понятие проигрыша вам чуждо. Спросить, почему так важно, чтобы именно вы одержали победу. Ведь любой божественный послужит целем семерых. Воистину, здесь ты касаешься самой сутя. Пустота сейчас сильна как никогда. И даже божественному с ней не справиться. Ты пойдешь к ключу вознесения не для того, чтобы окунуться в силу. Но для того, чтобы вобрать в себя ее целиком. Лишь тот, кто возьмет все, станет всем, погибелью пустоты, освободителем мира. Задуматься над ее словами и сказать, что вам нравится, как они звучат. Задуматься, что станет с прочими богами, если вы это сделаете. Нет ничего проще. Они должны либо тебе уступить, либо погибнуть. Разумеется, именно то же самое они говорят своим семерым пробужденным прямо сейчас, пока мы говорим с тобой. Но победителем может быть только один. Всегда помни одно сокровище мое. Скорее всего, путь к божественности... Что-то ФПС как будто бы проседает жутко. Путь к божественной божественности будет услан мертвыми богами. Их кровь будет на твоих руках. Но пусть тебя это не пугает. Ты спасешь все сущее. Ты спасешь твоих близких, возлюбленных и весь прочий смертный мир. И станешь божеством. А как же смертные расы спросить, что станется с ними? Тебе решать их судьбу. И это гораздо лучше, согласись, чем если бы они решали твою. Так не тревожься и жди. Озеро будет твоим. Я приведу тебя туда, как только придет время. Но сперва тебе предстоит стать мастером истока. Овладать языком самого творения. Путь наш будет усеян терниями. Это нелегкое паломничество потребует от тебя владения истоком. На какое способен лишь пробужденный. И применение мощнейших заклинаний. Сказать, что если вы должны стать мастером истока, то никто не научит нас лучше, чем она. Смех звучит раскатами, глубоко отдаваясь в бесконечности. Ты мне льсишь, дитя мое. Увы, если бы мне достаточно было просто отдать, все было давно уже твое. Мы теперь я. Все заклинания, которые тебе нужно знать, я передам тебе, когда придет время. Но сперва тебе следует научиться контролировать мощные потоки силы. Именно для этого нужны мастера истока. Заставь их обучить тебя и сделать таким же мастером. Так возвращайся же в Риволон и отыщи этих мудрецов, где бы они ни были. Убеди их поделиться с тобой их глубиной, глубинной связью с истоком. После этого возвращайся ко мне. Прежде чем уйти, спроси, что она сделала с вашим зрением. То, что даст тебе понимание. Для Бога почти нет разницы между живым и мертвым. Исток просто есть. Он постоянен. Он не подвластен ни времени, ни распаду. Вся жизнь исток. Исток и ей жизнь. Вечная. Отныне тебе дарован взор божества. Ты можешь видеть духов в душе мертвых, проявленные в истоке. Произнеси заклинание во время своих странствий, и ты увидишь, где есть мертвые, там они остаются. Сказать, что вы надеялись, что она и есть мастер истока. Увы, я уже не та, что прежде. Мы связаны с тобой слишком крепко. Я научу тебя всему, чему умею. Но связи, которые расширяют пределы твоей души, тебе придется искать самостоятельно. Попрощаться и уйти. Так, и? Я готов уходить. Как мне теперь это сделать? Я уже не помню. Алло? А, вот, вот, туман. Точно. Галлюциногенный туман. Мистер неотрывно смотрит на вас, усталая и избитая, но исполненная решимость. Тебе удалось уцелеть? Кто бы мог подумать. Возможно, все не так безнадежно. Она придвигается ближе. Окравленный язык жадно касается вашего лица. Скажи, что ты видел. Что тебе известно? Не обращая внимания на пульсацию в черепе, быстро изложить все, что вам известно про мастеров истока, вашу новую силу и про то, что внутри вас открывается ваш бог. Она нетерпеливо вздыхает, пока вы сжимаете голову в ладонях, растирая то, что осталось от висков. Ты не можешь провести достаточно истока? Проклятие, почему твоя проблема — это не что-то простое и мелкое? К примеру, отыскать орка, умеющего плясать матросский танец. Сказать ей, что открывать канал истока — задача не из легких. Конечно, нет. И если в тебе нет больше истока, это еще сложнее. Я была когда-то мастером истока, но теперь, увы, магистры позаботились об этом. Реку моего истока перегородили плотиной. Я лишилась доступа к источнику силы. Придется нам искать обходные пути. Увы, те мастера истока, которых еще не отправили в форт радости и не превратили в марионеток, слишком хитры и опасно, и их сами магистры боятся. Есть колдуны, которые позволили своей силе развратить себя. Злобные, извращенные, жестокие. Наставники из них, сам понимаешь, какие, но нам больше не к кому идти. Герой. Положить руку на оружие, злых колдунов нужно убивать, а не молить о помощи. В иных обстоятельствах я бы даже согласилась. И все-таки мы идем этим путем. Чего бы, чего бы это ни стоило. Не важно, что от тебя потребуется. Мистер сгибается пополам в приступе кашля. Она почти не может дышать. Через некоторое время она приходит в себя и распромляется, вытирая струю крови в уголке рта. Не важно, что от тебя потребуется. Тебе нужно учиться у них. Выразить беспокойство. Она плохо выглядит. Мне кажется, ты меня не слушаешь. Колдуны истока, зло, контролировать свой исток. Спасти Риволон, умоляю. Скажи, что хоть что-то из этого имеет для тебя смысл. Тебе следует думать только... Не следует думать ни о чем, кроме поиска этих мастеров. Проникновение в тайны божественности остальное не имеет значения. Давайте спросим, где искать этих мастеров. Магистры вели учет всех известных колдунов, в особенности могучих и непойманных. Эти записи будут необычайно ценны для нас. Но будь осторожнее, чтобы тебя не поймали. Я у них в гостях побывал, и уверен, что Эшафот оказался самой приятной частью этого опыта. А если окажется, что в казармах у них так же пусто, как в голове, тогда будь на чеку и смотри в оба, даже если тебе нечем. Могущественные колдуны наверняка еще остались и где-то скрываются. Пока она говорит, у нее вновь открывается одна из ран, и по тунике расползается темно-красное пятно. Но она раздраженно шипит и принимается бинтовать порез. Ой. Где там диалоги мы читали? А то я что-то пропустил маленько. Последний. А, диалог можно было почитать в журнале. В журнале. Диалоги. Неотрывно смотрит. Усталая. Исполненная решимость. Тебе удалось... Так, это, наверное, надо вот в самый низ. Мне жаль, что я не могу сделать больше, но в таком состоянии я скорее обуза, чем подмога. Удачи тебе. И помни, любой ценой. Сказать, что вы постараетесь вернуться как можно скорее. Вот что мы пропустили. Так, и вот первый призрак, которого мы видим как раз. Причем... Нам, типа, даже не надо использовать спиритизм сейчас. Странно. Рядом с вами материализуется призрак элегантной эльфийки. Она выглядит удивленной. Ты? Ты меня видишь? Пробужденный? Это большая честь. Спросить, кто она такая. Я ученица Мейстра. Учусь у нее, но не научаюсь. Я слышу рассказы о ритуале о том, что дальше... Это так восхитительно. Такая мощь. Я решаю попробовать сама. Мейстр говорит мне, что это невозможно. Что я не пробужденный. Но я знаю в глубине души, что я особенная. Я пытаюсь. Жгу корень, дышу дымом, но он сжет меня. В легких моих нет воздуха, только огонь. Когда опускается тьма, мне нечем горячать. С жалким писком ухожу я из жизни. Спросить, зачем было так рисковать. Осознает ли она, насколько это опасно? Призрак, к сожалению, взирает на вас. Очень трудно, узнав, что такая сила существует, не возжелать ее для себя. Я лгу себе, я убеждаю себя, что я особенная. Но я не особенная. Я мертвая. Ясно. Так, хорошо. Я думаю, мы можем двигаться дальше. Возьмем, наверное, ритуальную чашу на всякий случай. Хотя, если она тяжелая, может быть и не стоило ее брать. В принципе. Возвращаем себя на место. И пошли. Тут мы вроде бы все уже осмотрели. И пошли. Искать мастеров истока. Но для начала нужно поговорить со всеми курицами в этом городе. Как бы это странно не звучало, но что поделать. Единственное, что... Наверное, торговать потом я буду уже, не на запись как-нибудь. Пойдем, да, сейчас вернемся к тому пескуну. Мне, правда, ребята уже, спойлерасты проклятые, написали, рассказали. Все, что там будет с этим пескуном. Ну, идем посмотрим. И убедимся во всем этом самостоятельно. Молчаливый наблюдатель. Еще я с кем-то, говорят, не поговорил. Да... Пескун. Пескун подрос. Давайте мы, кстати... Ой-ой-ой. Ты? Ты колдун! Не с места! Это я что-то зря вообще. По-моему. Ну, наверное, я не хочу с ними сейчас воевать. Не, я мог бы их убить. Я уверен в этом. Да, они всего-то девятого уровня. Я без проблем бы их убил, но я не хочу. Так, попытка номер два. Теперь мы знаем, что... Нас палят даже, когда мы используем этот спиритизм. Больше не будем его, наверное, в людных местах использовать. Ну, или будем, да, заранее его использовать, а потом уже... Идти выискивать призраков, конечно же. Так, идем еще разок к пескуну. Аккуратненько. Пять ходов у нас еще осталось. Так. Пескун такой попискивает, как ни в чем не бывало. Вон, да, призрак. Дух больной марш. Давайте мы сначала с пескуном поговорим. А курочек можно облутать. Мертвых курочек. Тухлые яйца. А ну-ка, пескун. Мама? Гордый родитель. Открыто достижение. Мама, мама. Говорит мне пескун. Так. Давайте. Да, у нас вроде бы прошло действие спиритизма, но мы все равно дух увидим. Наверное, если мы его увидели, да? Или может нам не надо его даже активировать, я даже не знаю. Ладно. Открыто еще одно достижение. Открыто еще одно достижение. Животные инстинкты. Чудище, чудище. Бедный маленький пескун. Бедное мое маленькое чудище. Тогда осталось лишь одно. Да, осталось лишь одно. Папа? Спросить, что еще за папа? Она имеет в виду отца пескуна? Да, да. Он бродит, он поет, он особенный. Он может помочь пескуну. Он его защитит. Спросить, не лучше ли избавиться от этого цыпленка. Не лучше ли избавить этого цыпленка от мучений. Он выглядит опасным. Сказать, что пескун не отходит от вас ни на шаг. Кажется, он считает, что вы его мама. Тогда тебе придется быть самой лучшей мамой на свете. Заботься о пескуне, гладь его и отнеси его к отцу. Не лучше ли избавить этого цыпленка от мучений? Что? Нет, пескун всего лишь ребенок. Отец ему поможет. Где мне искать твоего отца? Где он вообще? Он будет за нами бегать теперь как этот, да? Он, короче, перебил всех куриц здесь. И папа... Дом стражей моста. Ага, я понял. Мемориал героев. У нас тут так затаверные были. Ооо. У нас мрака-то какая-то открытая почему-то. Непонятно почему. Волшебный петух. Аж здесь где-то. Ааа. Ну что, пойдем тогда к папе, я не знаю. Попробуем. Стремно мне, правда, немного выходить пока за... Говорят, я еще где-то с коровами не поговорил. Где-то были еще коровы. А я с ними не поговорил. Ну, в общем. Будем без коров пока что. Так. Это у нас... Ооо. Магистр не лутанул. Тоже не. Поблизости находится дух. Обычно духи задерживаются там, где у них остались незаконченные дела. Почаще используйте спиритизм, чтобы находить их. Сейчас используем. Наверное, то есть, если мы духа увидели, да, спиритизм нужно использовать. Хотя, если мы, типа, духа увидели, то он уже не исчезнет. Пока, не знаю, пока мы не уйдем, например, далеко отсюда. Потом нужно будет снова использовать спиритизм. Мерцающий призрак, соплеменница, обращает свой взор на вас. Она выдерживает ваш взгляд, впивается в ваш разум, пытаясь из зрачков извлечь тайны вашей души. Но, делая это, она показывает и свои. Войдите в ее память. Вы Зусан, юная чешуйчатая девушка-магистр, преданная ордену всем сердцем. Более того, вы влюблены в собрата человека, умного, доброго, нежного, по имени Борис. Ну, Борис, да, ну, Борис. Скрыть и то, каким образом он умер, и сам факт смерти, и позволить видениям продолжиться. Вы снова Зусан? Александр гибнет. Хуже того, люди-товарищи начинают смотреть на вас косо, как будто убийство ваша вина. Даже Борис отворачивается от вас. Когда его отправляют в форт Радость, он не приходит попрощаться. Ваше сердце разбито. Ласково и посочувствовать, а затем позволить потоку воспоминаний продолжиться. Ваш пост на кладбище, на городской окраине. Вы занимаете его с наступлением ночи и старательно выполняете свои обязанности. Но уже без всякой радости. И когда вы ловите двоих юных колдунов, сбежавших от Реймонда, вы видите, как сильно они любят друг друга. Вы на них не доносите, а вы помогаете им сбежать. Но поутру их ловят, и они сдают вас под пытками. Их отправляет в форт Радость, а вас вешают здесь. Попрощаться и уйти. Да. Вот так вот бывает. Так. Это кто у нас? Крольчиха. Фигель какой-то, крыса. Пугала. Так, а ну-ка, крольчиха. Ох. Сезон Гона 5. Если ко мне еще хоть один кроль привяжется, я ему ухо откушу. Ясно. Не это. Не-не-не-не слишком разговорчивый. Давайте с крысой поговорим. Стой, крыса, крыса, крыса. Оп. Кыш, кыш отсюда. С таким, как ты, я не крысятничаю. Ее еще заметит кто-нибудь. Сказать, что вы можете запросто ее растоптать. Так что пусть придержит язык. Не волнуется ли она, вдруг люди решат, что она колдунья, как и вы. Колдун? Ха. Второсортные маги недоучкиваются. Я крыса лично считаю. Красные большимерные мясозвери вешают ваших за руки. Спросить, не боится ли она, что ее заметят с вами. Сказать, что вы пришли отомстить любому, кто хоть что-то сделает или скажет против вашего рода. Спросить, не боится ли она, что заметят ее с вами. Ну, крыса я, да. А ты какой-то тащевидный пожиратель мощей. И вместе им не сойтись, как говорит красный большимерный мясозвери. Боже, как все сложно. Вот погляди, что осталось с этой миленькой зимея языкой чешуйчатой ползуньей. После того, как она слишком много времени проводила со своими недоумным мясозверем. Сказать, что вы пришли отомстить любому, кто хоть что-то сделает или скажет против вашего рода. Крыса злобная и при свистом шипит на вас. Вот и иди себе, вонючка. Не смею отвлекать тебя от твоих очень важных вонючих дел. Ясно. Какие-то разговоры у нас такие. Так, грибочки. Грибочки. Я уже слышу кудахтанье. Это, наверное, наше кудахтанье. Я слышу так. Паладины. Паладины тут обитают. Гномы. Паладина. Где наша курица? Давайте смотреть нам еще дальше. Идти туда, куда-то по дороге. Ладно, попробуем пройти. Я не знаю, что получится. Ребята мне... Спойлерасты проклятые. Это я, опять же, любя. Про пугало говорили. Не стоит с ним пока связываться. С этим пугалом. Вот. Поэтому пойдем пока что дальше. Оно... Да. Иди к нам. Иди к нам. Но я пока не пойду. Вот я понимаю, что вот... Все те спойлеры, которые пишут, ребята пишут... Ну, с благими намерениями, да? Чтобы... Я остерегался тех или иных вещей. Или что-нибудь там, да? Помочь хотят мне как-то. Я... Чтобы открыть эту... Откроем? Интересно. Остановись, путник. Будь так любезен. Сейчас. Я хочу... Алтарь открыть, да? И теперь мы можем... Как там наш этот... Живой? Его не разорвало, кстати. Как у него я не посмотрел? 200. О-о-о-о. Хорошо, он ловушки обходит. Так вот, я понимаю, что все эти спойлеры люди пишут как бы с благими намерениями. Но, блин, это же неинтересно. Я теперь полигры уже знаю и... Мне... Мне просто неинтересно становится играть. Белочка укрывается под побегами среди листвы и смотрит на вас с вежливыми перепуганными глазами. Пиии... Пожалуйста, пожалуйста, не дави меня. Моего братика гадкий тролль с моста раздавил. Я... Видно было, как... Я... Видно было, как глаз его прямо... Хлюп. Вот. И про троллей мне тоже писали уже в комментах. И... Про все мне уже написали. Уже неинтересно. Интересно. Правда, про папу курицу не писали еще. Квак. Крыса. Боже, сколько тут животных. Это капец какой-то. Я уже даже жалею, что у меня есть этот перк. О, Гаррет, смотрите. Мы до Гаррета добрались. Но я к Гаррету тоже не собирался пока что. Гаррет, подожди. Мы идем к... К волшебному петуху. Но, блин. Туда еще идти черти сколько. Тут у Гаррета проблемы явно. С нами просто будет этот песку носиться все время. Не хочется. Гаррет, ты прости. Я к тебе приду попозже. Ты он тут всех магистров раскидал. Молодец. Так. Во. Мы пришли почти. Где? Где? Вот. Сейчас. Сохранимся на всякий случай. Мы так аккуратно по стелцу прошлись. Довольно плотненько так все эти места интереса, новые события, новые эти люди. И все, все, все тут разбросано. Дерево какое-то интересное тоже. Так. Ну что. А он, кстати, заберется с нами. Он, правильно. Он молодец. Он обойдет. Волшебный петух. Узрите, ибо вот он я, волшебный петух. Кукареку. Это еще что такое? Папа? Кудах? Папа? Волшебный петух. Напомнить себя потом разузнать об этом подробнее. Ну. Сказать, что это их с большой марш сын. Хоть она и отбыла в мир иной. Марш? Ох, марш. Она была хорошенькой. Я буду оплакивать ее своим громким кукареку. Петух смотрит на своего сына сначала одним глазом бусинкой, потом вторым. У него мои глаза. Но я сделаю для парня все, что в моих силах. Но я сомневаюсь, что он сможет унаследовать звание нового волшебного петуха. Кукареку? Папа? Подмигнуть и сказать, что... Вы позаботитесь о пескуне. Я что? Я что-то... Что-то я не просек логики. Волшебный петух говорит, что он сделает для парня все, что в моих силах. Но я сомневаюсь, что он сможет унаследовать знания нового волшебного петуха. И все, да? А теперь у меня варианты ответа или убить пескуна, да? Или отказаться убивать. Где логика? Где я что-то потерял немного цепь событий? Что-то где-то порвалось. Я даже не знаю. В чем, интересно, он... Почему он волшебный? Я, ну, я не знаю. Отказаться, убивать, что... Но он всех этих курей поперебивал. Правильно он у нас? Мы знаем, что он какой-то такой. Ну, давайте, я не знаю, позаботимся. Тут тоже как-то что-то я... Такой красавчик... Красавчик, который может нас всех уничтожить. Папа! Курица пустоты, боже мой. Слишком много куриц пустоты. Но петуха до этого... Ну, ладно. Петух погиб, собственно. Как я понял. У нас у всех спиритизм появился, да? У каждого персонажа. Ясно. Хорошо. У них сколько? По 27 хп? Где там остальные? Где-то... Ага. А, вот двое. Вот еще двое, вижу. Так, ну хорошо. Заканчиваем ход. Применяет заклинание кукаряку. Это... Великолепно. Сто... Ну, я не знаю. Давайте вызовем. Элементаля, может он туда... А, ну, может быть, да. Может быть, сейчас делает один ход сюда. И бросает камень вон туда. Курица пустоты. Невероятно. О. Пять тысяч оптов мы получили. Так, бой еще не закончился. А, еще тут вон курица есть. Я понял. Так, Сибилушка, давай тогда... Так. Ага. Или, может быть... Даже вот так. Отлично. Все? Все. О, еще одна сфера истока. У нас уже... Две сферы истока, правильно? Но мы папашу потеряли таким образом. Но вообще как-то странно. Я... Я то ли не врубился что-то, да, где-то в... Сам диалог. То ли что? Этот говорит, что сделает все, да, и... И потом у меня вариант или убить... О, еще одна сфера пустоты, да? О, слушайте. Это интересно. Так, давайте посмотрим на эти сферки. Где они у нас? Три штуки уже есть. Аура уклонения. Ищетвертая. О, хорошо. Так. Так. Вот сюда вот можно всунуть, да, и получить ауру уклонения. Замечательную ауру уклонения. Опять же, заодно очко истока. Во время боя. Массовое очищение ран. Ядовитая аура. Если в оружие всунуть. Надо будет подумать, посмотреть, как мы и что мы сделаем. А можно же в кольце тоже, да? В кольце тоже считается, как там объединить с... И мы, типа... Или это у нас через руны делается. Через руны, да, типа, делается. Выберите снаряжение. Выберите руну. И вот так вот. Типа у нас теперь... Не-не-не-не-не-не. Кольца считаются, типа, одеждой, да? Только в этом. Окей. Джи. Руны. Вот это мы извлекаем. А вот сюда это тоже извлекаем. И вставляем... Ой, какой извлечь? Алло. Какой извлечь? Все. Ничего подтверждать не надо. Аура уклонения. Давайте-ка посмотрим. Да, одно очко истока расходует. Но уклонение повышается на 90%. И скорость передвижения тоже повышается. То есть, используя вот эту вот ауру в бою... По нам никто не попадет. В ближнем бою, опять же, да? И стрелки тоже, правильно? Стрелки, заклинания, которые точечные, тоже, наверное, по нам не попадут. Только будут действовать скиллы, бьющие по области. На самом деле, довольно интересно. Так, ну у нас еще где-то тут курицы остались. Правильно? Может быть, еще найдем? Нет, конечно, не так сочненько. Можно и маску... Ой, еще одна. Слушайте, мы прям... Затарились этими рунами. Недурственно. Можно даже маску Фейну будет скрафтить. Еще одну. Не знаю, зачем ему вторая. Но все же. Так. Вот-вот-вот, где-то еще. Курица пустоты валяется. Ну, на самом деле, как-то непонятно с этим заданием было, если честно. Ладно, идем тогда посмотрим сейчас, что там с Гарретом. Он как раз тут недалеко. Блин, жалко, нету здесь где-то поблизости... ...алтаря. С быстрым перемещением, но... Ну, ладно. Ну, ладно. Так, я потерялся маленько. Вот мы где. Вот сюда шли. Что это такое вообще? Вы видите перед собой примитивный алтарь семи богов, воздвигнутый, судя по всему, в стародавние времена. Чем-то он привлекает вас, возможно, тем, что от камней исходит тепло. Преклонить колени перед алтарем и прочитать молитву. Вы ощущаете слабое движение воздуха, как будто на алтаре кто-то появился. Вы слышите какой-то слабый звук, как будто мать и отец напевают колыбель, но это так успокаивает. Вы давно не испытывали ничего подобного. Голос звучит у вас в сознании. Я позабочусь о тебе, я буду тебя защищать. Ты этого заслуживаешь. Волна спокойствия и умиротворения омывает вас, взявшись словно из воздуха. Когда это ощущение проходит, вы сознаете, что полны истока до краев. Скоро ты отдохнешь. Мне так не терпится с тобой повстречаться. Тоже можно, да? А, все? Тех. Ладно. Так, я хотел еще спиритизм, кстати, да? Может быть, я бы увидел бы, да? Если бы здесь был бы кто-то. Никого не осталось, короче. Тут кто-то бродил. Может, какое-то животное. Ладно. Нужно теперь реально не забывать постоянно спиритизм прожимать. А вот, кстати, еще одна точка быстрого перемещения. Джоан. Где-то здесь. Все, уходим отсюда. Уходим, уходим. Пока потом будем осматриваться. Давайте сначала к Гаррету зайдем. Кто-то бегает. О, белка. О, мы что-то нашли. Сокровище Гаррет, когда закопал, наверное, да? Он не думал, что мы выкопаем его. Оп. Опознать. Две инициативы, одно воровство. Белый магистр Джонатан. Блин. Ну что это такое? Вечно я перегруженный, но... Ну, оп. Поздно. Джонатан, сколько же мы... Я, кстати, хотел... Нет, не хотел. Хотя... Нет, не хотел. Гаррет смотрит то на бессознательное тело у своих ног, то на вас. Он не опускает клинок, но его мысли сейчас где-то очень далеко. Я знал, что мы еще встретимся, но надеялся, что не так. Сказать, что, по вашим ощущениям, его разум где-то невероятно далеко. Что там? Да, верно. Это было другое место. Другое время. Время, когда я был предан Божественному Ордену. Время, когда мы стояли на перепутье. Гаррет осторожно тычет неподвижное тело носком сапога вбок. Этот человек, этот магистр, его зовут Джонатан, он мой друг. Точнее, он им был. Спросить, как Джонатан оказался в этой дыре на полу. Он дружит с магистром. Сказать Гаррету, что ему стоит лучше выбирать круг общения. Было время, когда мы оба исполняли волю Люциана. Оба жили под крышей Ордена. Это было не так уж давно. А кажется, прошла вечность. Я ощущал на себе чей-то взгляд с того момента, как высадился на побережье. Люциан учил никогда не пренебрегать знамениями. И правильно. Я видел белое, слышал хруст сучьев. Кто-то следил, шел следом. Я пришел сюда и стал ждать. Дверь распахнулась, и там оказался он. Мы не виделись с тех самых пор, как я ушел в Искателя. Он ни слова не сказал, только выхватил постановление об аресте. Кажется, удара в лицо он не ожидал. Я должен исполнить свой долг прямо сейчас. Гаррет вкидывает клинок, сжимает пальцы, но силы покидают его. Он не может нанести удар. Давайте вот. Напомнить Гаррету, как часто он цитирует Люциана. И что бы сказал ему сейчас, покойный божественный? Гаррет поворачивает голову, теперь его мысли даже дальше, чем прежде. Я... я не знаю. Люциан сказал бы ему пощадить Джонатана. Так будет милосерднее. Люциан одобрил бы убийство Джонатана ради общего блага. Давайте мы пощадим, наверное. Пальцы Гаррета то сжимаются, то разжимаются на рукояти меча. Он дышит медленно, лицо расслабляется, однако рука остается напряжена. Память, интеллект... что у меня там? Память? Есть немного памяти, а? Разочарованно покачать головой. Вы не затем спасли его на болотах, чтобы он отказался от своих идеалов. Блин, убеждать придется, да? Чего у меня больше? Интеллекта или памяти? Наверное, памяти. Не следует винить Джонатана во всех грехах Ордена. Провал. Гаррет опускает руку, но его по-прежнему бьет дрожь. Возможно, ты прав или нет? Дай мне время, дай мне подумать. Люциан подскажет мне верный путь. Все, ты подумал? Прошу тебя, мне нужно время подумать и помолиться. Мне нужно время. Утонуть его нельзя, к сожалению. Так, ладно. Давайте сейчас немножко скинем хлама. О, кстати, тут курточка такая неплохая. Была-то. Ловкость плюс один. Ловкость двенадцать. Не подойдет нам такая курточка. Призывание. Тоже снимать не хочется. А ловкости больше ни у кого нет. Ладно, мы потом разберем все это барахло. Давайте сейчас посмотрим, что я подобрал только что. Я даже не знаю. Страница за страницей. Способы приготовления бомб. Бомб. Лютня сломанная. Череп. Над нам. Лютня сломанная. Или череп. Череп может быть ингредиентом, наверное. Но это не точно. Разбитая бутылка. Разбитая бутылка. Тоже вроде в ингредиентах у нас валяется. Рюкзак открыть. Пустой. Спасибо мне рюкзак. В принципе, не надо колыбель. Все. Вроде бы еще одна ваза. Да уж. Давайте на этом пока что серию закончим. Пока Гаррет думает. Нам, наверное, нужно уйти куда-нибудь. Да, сейчас. Это другая белка. В щеке белки распирают от желудей. Рот растянут вовсю ширь, как изумленная О. Флипком. Тофая. Квиме подкормиться. Когда белка подает голос, у нее изо рта вываливается толстый гладкий желудь. И падает на землю между вами. Беличьи глаза становятся размером примерно с ее пачкой. Сохранить неподвижность. Не пялься на мой обед. Все мое. Белка крохотными лапками подхватывает желудь и ускакивает прочь. Даже интересно, что было бы, если бы я попытался забрать. Так, ну хорошо. Давайте будем возвращаться в город. У нас там еще есть таверна. Еще, может, где каких-то призраков найдем. Правильным. Поэтому пошли. Будем разбираться. Реально, в животных огромнейшее количество. Я даже не думал, что так много тут их будет. Грибы, арбалеты. Ладно. Пока что на этом будем серию заканчивать. Следующая серия, я думаю, продолжим. Но пока что всем спасибо за просмотр. И пока. Увидимся в следующей серии.